Никогда ни на кого не смотри сверху вниз, никогда ни на кого не смотри снизу вверх. Она взглянула на меня, мол, а как насчет тебя? Я сказал, даже на меня. Если ты будешь смотреть на меня с благоговением, ты полностью упустишь то, чем я являюсь. Если будешь смотреть на меня снизу вверх, возможно, повесишь мою фотографию на стену, но ты упустишь всю суть того, кем я на самом деле являюсь. Ты должна смотреть на меня и видеть меня таким, какой я есть, не снизу вверх. Никогда ни на кого не смотри снизу вверх, и никогда ни на кого не смотри сверху вниз. Это кажется несложным, но попробуйте и увидите, что это не так просто. Внутри себя вы уже всё решили — что хорошо, что плохо, что прекрасно, что безобразно, что является добродетелью, а что грехом, что есть грязь, а что богатство. Вы всё уже определили. Как только вы так делаете, вам уже невозможно не смотреть на что-то с благоговением, а на что-то с презрением. На то, что вы считаете плохим, вы смотрите с пренебрежением. На то, что считаете хорошим, смотрите с почтением. Если вы отбросите всё это и просто будете учиться видеть жизнь такой, какая она есть, вы будете идти по ней без какого-либо труда. Сейчас проблема в этом. На одних вы смотрите с благоговением, на других — с пренебрежением, и пытаетесь быть смиренными. Не нужно быть смиренными. Относитесь к другим так же строго, как относитесь к себе. Это если вы к себе относитесь строго. Если же вы себе потворствуете, попробуйте так же относиться и к другим. Вы быстро устанете и в любом случае начнёте относиться к ним строго. Так что всё просто. Я говорю вам то же, что сказал ей тогда. Для неё это сработало чудесным образом. Никогда ни на кого не смотрите снизу вверх, никогда ни на кого не смотрите сверху вниз. Просто видите всё таким, какое оно есть. Это является основой этой культуры. Если вы идёте в храм, что вы делаете? Намаскаром. Видите мужчину — намаскаром. Видите женщину — намаскаром. Видите дерево — намаскаром. Видите камень, корову, змею, осла, обезьяну. Всем намаскаром. Потому что, по сути, это называется вайрагия. Вайрагия не значит отказаться от своей жизни и уйти куда-то. Идти некуда.